Итак, привет всем! Редко я в последние годы снимаю влоги, потому что... Ну, чё по мне снимать? К единоборствам мои спортивные влечения особо не относятся. Но! У меня есть сын. Сейчас ему пять с копейками лет. И уже некоторое время назад я отдал его на восточное единоборство. Давно уже занимаешься или нет? Пять дней. Пять месяцев, да? Да. Ещё года два назад на Дне города я увидел соревнования по каким-то боям, где там, знаете, был с одной стороны достаточно полный контакт, то есть удары руками, ногами, переводы в партер, там какие-то, ну, не помню насчёт удушающих, скорее всего, были только какие-то болевые удары в партере. При этом все спортсмены были в полной экипировке, то есть такие закрытые шлемы, защитные жилеты, там накладки на ноги, толстые перчатки. Я подумал, что классно, что с одной стороны можно научиться неплохо драться и защищать себя, с другой стороны, ну, относительно безопасно. Потому что, да, я веду блог о боксе, но у меня нет какого-то фанатичного отношения, что вот сына отдать только на бокс. Ну, и сначала он у меня там в 3-4 года походил полгода на футбол, как-то ему это поднадоело, ну, и я его уговорил пойти, как мы это тогда называли, на борьбу. Нравится ему это или нет? А борьбой нравится заниматься? Немножко, нет, но я к этому привык уже тоже немножко. Боксу я тоже немножко привык, но там, мне не нравится, что всегда там бьют по ушам. По ушам бьют? Да. Так мы же уже обсуждали, что по ушам не бьют. Это раньше когда-то били, а сейчас вы только на кулаках в наказании стоите. Детям по ушам-то бьют. Не бьют же уже. Ах ты, брюшка маленькая. Ну, в общем, все сложно, потому что, конечно, с мотивацией ребенка не все так однозначно. Кому понравятся тяжелые тренировки и когда его бьют, тем не менее, вот за 5 месяцев тренировок я и сам как бы как мог с ним занимался. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Еще. Отдыхай пока. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Тяжело, чтобы тяжело было. Так. Так. Отлично. Терпи, еще А защита, а защита Молодец, молодец Нога, нога где? В общем, сын дошел до первых своих мини соревнований Но это даже не соревнования Это так называемые технические бои Но все будет оформлено уже близко к соревнованиям И наконец-то я довел тренировку Когда уже все будут получать медали Да Соответственно, сегодня едем Первое выступление И пока готовится завтрак чемпионский Пора моему чемпиончика маленького будить Пошлите Вон моя радость спит еще Ну, ну пора Кирюшеч Давай с тобой вставать потихонечку Чтобы не опоздать никуда Ладно, сейчас разбужу И будем дальше Так Чемпион умыт Ест чемпионскую гречку, да? А что ты такой недовольный? У меня уже сто лет на тарелную борьбу Отлично А как ты думаешь, ты сможешь выиграть медаль или нет? Ну, я даже боюсь А чего ты боишься? Нет Чтобы я играю Что проиграешь? Ну, у нас на большую медаль Большую медаль Слушай, ну как ты думаешь, ты достаточно занимался, чтобы победить? Думаю, еще нет Еще нет? Ну, ты завтра сможешь выйти на бой и победить все-таки? Ты все для этого сделаешь? Да Попытаюсь Конечно Боевой настрой, Кирюх? Папа-блогер Угу У меня тут покоение Кир, погром всех? Знаю Это уже все было Было все это уже Уважаемые родители, просьба сюда за желтое не заходить Ну, для первого раза, смотрите, это не самое то-таки Все равно Матвей Давай, 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 нападай Работаем В общем, вы все видели сами Но, я думаю, это не совсем очевидно Точнее, совсем не очевидно Что мой ребенок на самом деле получил грамоту за первое место В поединке не участвует Так получилось, что Его соперник заболел Ему было присуждено техническое поражение Соответственно, мой победил То есть, ну, вариант Для меня, вот на мой взгляд Очень неудачный Потому что тут все-таки Приятно было увидеть Чему твой ребенок научился Он бы какой-то опыт получил Но Вот, ну, влог, он по-своему тема хорош Что это лайв И я себе думал, что видео будет об одном Будет выглядеть, ну, определенным образом Получилось все совсем по-иному И В заключении Я хочу поговорить о психологии О психологии детской С точки зрения спорта в целом И единоборств в частности О психологии взрослых и так далее Я думаю, по видео было заметно Что ребенку моему не очень нравится Единоборство в целом Кудо-кубудо в частности Но Это уж нюансы В общем, моя позиция такая Маленький 4-5-летний ребенок А может быть еще попозже Он чаще всего Не может осознанно еще сделать выбор Относительно того, что ему нравится И так далее В любом случае Он выбирает более легкий путь То есть там Поиграть или там Потренироваться в каком-то более Лайтовом игровом стиле Конечно же Ходить на секцию единоборств Где тебя там иногда бьют Где тренер строгий Где Нужно тяжело заниматься Конечно, ему не нравится Поэтому я бы его, конечно Продолжил водить Но Велик шанс, что Эти, ну, типа соревнования Были его первыми и последними Почему? Во-первых Ну, видно, что он не совсем Под это заточен Плачет, не нравится Есть дети, конечно, более жесткие Которые втягиваются куда легче Во-вторых Есть родители Ну, я в данном случае Отец Который Умеет подобрать слова Мотивировать и так далее Я не совсем такой То есть Я где-то злюсь Где-то начинаю На него давить Это, соответственно, имеет Обратный эффект То есть В частности Ну, вы видели На коротком отрезке Я его уговаривал Но на самом деле Готовился к поединку Он уже, скажем так Под уговоры мамы С которым С которым у него Ну, меня он побаивается Я для него очень строгий Давлю где-то на него Поэтому маме проще найти Где-то к нему подход Такими какими-то женскими Более мягкими способами Но тут Моя бывшая жена И его мама Добавляет Такой момент Что Она считает Не нужен ему этот спорт Слишком жестко Ему он не подходит Ребенок должен выбирать Исключительно сам Давить на него не нужно Плюс у ребенка Должно быть детство В общем Мы здесь абсолютно Не сошлись ни с ней Ну, ни с моим сыном И вот получается Что он ходит Я вроде с ним ношусь Плачу Покупая ему Какую-то экипировку А это нужно Как будто бы только мне И это безусловно Минус мой Но Я где-то свою позицию Тоже Ну, и не могу И не хочу Отстаивать постоянно Доказывать кому-то что-то У меня Позиция Что Эта бы секция Независимо от того Нравится сейчас или нет Она бы укрепила ему характер Научила бы его драться Постоять за себя То есть Положительных моментов Значительно больше А то, что он бы там Потом вспоминал Что папа Ты меня заставлял Да Возможно бы так и было Но положительных моментов Было бы Как я сказал Больше Но Тут получается И он Своими истериками На меня давит Плюс Бывшая жена На меня давит В общем Я с ним отдельно Конечно еще поговорю Но Думаю Он конечно же Так как он ребенок Он скажет Что Ну нет Пап Я не хочу ходить Конечно я понимаю Что скорее всего Он скажет так Хотя я буду Пытаться подобрать Какие-то мотивационные слова Там какие-то Другие моменты Которые могут Заставить его Передумать Но Вот Получается так И тут Интересно мнение Тех кто С детства Занимался Единоборствами А я думаю Среди моих подписчиков И случайных Зрителей Такие есть Как вы считаете Стоит ли На ребенка Продолжать давить И пусть он Ходит на секцию Вопреки Своему желанию Не вызовет Или это у него Потом в дальнейшем Обида на меня Ну и в целом Что думаете Вот так вот Не забывайте Поставить лайки Комментарии Подписка Потому что Ну я Всегда так или иначе На канал размещал Какие-то видео О своей жизни Но конечно же Вы ждете иного И это Безусловно Будет Дмитрий Моисеев Специально для BoxingBets Блога До новых встреч Пока Ну и от своего чемпиона В принципе И в челюсть Получить можно Посмотрим как оно Давай Ух-ха-ха-ха-ха-ха Ух-ха-ха-ха-ха